В музее истории Самарского водопровода ни одной реплики. Все экспонаты, а их уже порядка тысячи, оригинальные. Есть совершенно уникальные. Проект строительства самой первой ветки Самарского водопровода, отчет городской думы о ходе строительства первой канализации. Специальный телефон, работающий при повышенном шуме насосов в шахте. Все экспонаты появились в музее благодаря бывшим и нынешним работникам водоканала. Собирали по крупицам, поднимали архивы, экспонаты, кто-то привозил что-то. Вплоть до того, что даже крышки люков мы находили по городу, какие-то интересные, и заменяли их на наши, и приносили сюда. Потому что некоторые представляли ценности. Есть, например, крышка со словом «инженер», с ошибкой написанной. Для нас это раритет, потому что это крышка 1870-го года. Часть музейной экспозиции выставлена во дворе городской водопроводной станции. Экспонаты видно даже с улицы. Другая часть находится в здании. Впечатление от музея какое? Тот, кто вложил, по сути, всю свою жизнь в развитие водопроводно-конфляционного хозяйства. Не может быть оно второстепенным или безразличным. Это моя жизнь. Сегодня самарский водопровод – это не только трубы подачи и отвода воды. Это сложное современное оборудование насосных станций и очистных сооружений. За последние годы в их развитие РКС «Самара» вложили около 2 миллиардов рублей по инвестиционной программе модернизации и столько же по программе ремонтов. Планы СКС на будущее и сохранение исторического наследия высоко оценили представители городской власти. Сегодня вот это одно из красивейших мест. Это действительно делается для людей. Восстанавливается историческая справедливость. Благо, что сегодняшняя руководство СКС, пусть они сегодня называют, мы их говорим, водоканал, оно идет в правильном направлении и в надежных руках. Музей истории Самарского водопровода пополнялся экспонатами и во время открытия. Ветераны предприятия принесли старинные фотографии и проекты памятника Самарскому водовозу. Попасть в музей можно по предварительной заявке, а для студентов Академии строительства и архитектуры посещение станет обязательным, чтобы знать, с чего начинался и как развивался Самарский водопровод. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.